Подготовка квалифицированных специалистов в области сельского хозяйства должна стать одной из главных задач на ближайшие годы, говорят в Минсельхозе. Сегодня в отрасли не хватает специалистов рабочих профессий, трактористов, машинистов, садоводов. В некоторых районах даже агрономов и животноводов. Мы сегодня как бы индустриализуем труд сельский за счет новой техники, новых технологий, информационных технологий. Поэтому сегодня это высокообразованный специалист, который должен работать на селе. И требования к специалисту возрастают. Существующая система профессионального образования в агросфере должна совершенствоваться, говорили на конференции. Чтобы этого добиться, Минпрос предлагает создать единый ресурсный центр. Он объединит усилия не только учебных заведений, но и будущих работодателей. Предполагается и создание курсов переподготовки. Мы сейчас и проводим публичное слушание с социальными партнерами в рамках Республиканского координационного совета по подготовке рабочих кадров. Для того, чтобы как можно теснее сотрудничать с социальными партнерами. И если не соответствует материально-техническая база организации профобразования, то проходить именно конкретно обучаться на станках, на оборудовании, на тракторах именно социальных партнеров. Первые открытые слушания в области сельского хозяйства пройдут уже в конце следующей недели. В них примут участие не только вузы и профильные ведомства, но и работодатели. Привлечь в сельское хозяйство молодых специалистов, намеренные с помощью договора об образовательных услугах. После обучения студенты-бюджетники обязаны отработать до трех лет по распределению вуза. Татьяна Коркина, Александр Левицкий, Первый Приднестровский телеканал.